Под прицелом видеокамер в этом году первоуральские школьники впервые будут писать ЕГЭ в кабинетах специально оборудованных системы видеонаблюдения. В каждом таком классе установлено по две камеры, а картинка в прямом эфире будет транслироваться через интернет. То есть наблюдать за ходом сдачи экзамена сможет любой человек, имеющий доступ во всемирную сеть. Специалисты проверяют настройки. Как показывает практика, проблемы могут возникнуть с фокусировкой изображения. Это абсолютно рабочие моменты. То есть все эти, так сказать, недочеты мы в любом случае поправим. У нас запланированы по графику дополнительные выезды в каждую школу. То есть какие-то недочеты, все мы это уберем. Я вас уверяю, что к дате проведения экзаменов все школы подойдут в стопроцентной готовности. Особое внимание при проведении экзаменов будет уделено безопасности. В каждой школе за порядком будут следить сотрудники частных охранных предприятий. С целью предупреждения каких-то антитеррористических нарушений закона, с целью предупреждения противоправных действий на территории пункта приема единого государственного экзамена, однозначно будут приближены наряды комплексных сил полиции. Если не будет на пункте приема экзамена частных охранных предприятий, здесь будут присутствовать сотрудники полиции. Чтобы экзамены прошли честно, а школьники не списывали, на входе в школу будут установлены рамки металлоискателей, а к каждому выпускнику будет прикреплен сопровождающий. Сопровождающий личные вещи их примет, оставит и будет находиться с личными вещами. Школьники дальше спускаются сюда вниз в фойе, производится работа металлодетектором на проверку незаконного проношения сотовых телефонов или каких-то других вещей, которые нарушат порядок проведения единого государственного экзамена. И пойдем непосредственно в основную школу, где ребята будут сдавать экзамены. В каждой школе, где пишут ЕГЭ, оборудуют штаб. Из него и будут координировать все действия по проведению экзамена. Штаб – это тот мозговой центр, в котором есть руководитель, в котором есть ответственность за информационный обмен. Те люди, которые раздают экзаменационные материалы, следят за соблюдением процедуры, чтобы не нарушалась процедура, а потом также в штаб приносят экзаменационные материалы из аудитории, их пакуют в штабе от всего пункта, передают нам, мы везем в региональный центр обработки информации. В штабе ответственность за информационный обмен каждые 5-10 минут заходит в региональную информационную систему и смотрит какие-то там объявления, появились какие-то предупреждения. Кроме того, в штабе каждому выпускнику будут выдаваться талоны с номером места и номером кабинета, где школьнику предстоит сдавать экзамен. За каждым сдающим ЕГЭ заранее закрепят номер стула, стола и класса. Эти сведения занесут в федеральную базу данных. Это нововведение предложил Рособорнадзор. В ведомстве отметили, что его цель – повысить прозрачность и достоверность результатов ЕГЭ, поскольку уже были случаи, когда за выпускника сдавал экзамен другой человек или подкладывали другую работу. Сегодня, подводя итоги проверки, специалисты городского управления образования отмечают, все классы, а их 51, в четырех школах Первоуральска готовы к проведению экзамена. Все штабы оборудованы тем техническим оборудованием, которое они должны иметь. У каждого компьютер защищенный, выход на файловый сервер есть, региональную систему информации. Оборудовано телефонной связью, оборудован сейф, чтобы хранить экзаменационные материалы при получении и передаче в аудитории. Поэтому все пункты сегодня, можно говорить, однозначно готовы к проведению единого государственного экзамена. До начала экзаменов осталось совсем немного. Первый ЕГЭ состоится уже 26 мая. Школьники будут показывать свои знания по географии и литературе. Алексей Николаев, Сергей Шемет, Интера ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok